На сцене Московского дома русского зарубежья имени Александра Солженицына прошла премьера спектакля, поставленного видновчанкой Софьей Козловой. Она же выступила и в качестве автора пьесы. На мероприятии был и наш мобильный репортер. «Кандинский» – так называлась постановка и посвящена она жизни и творчеству русского художника и теоретика изобразительного искусства, стоявшего у истоков абстракционизма – Василию Кандинскому. Люди пели «Барсельез», хотя официально было запрещено петь революционные песни. По улице шли марши и матросы с красными знаменами. Спектакль проходил в рамках акции «Ночь искусств» и был поставлен силами студентов театрального колледжа имени Филатова, где обучается Софья. В работе над пьесой она использовала дневниковые записи и воспоминания Василия Кандинского и его жены Нины. «Тяжело переживал. Однажды он позвонил на работу, чтобы сказать, что не придет завтра. Снял картины с подрамников и переправил их в германию». В постановке нет декораций, вместо них интерактивный экран. Также в спектакле использовано минимум реквизита. Тем не менее, актерам и режиссеру удалось раскрыть интересную и противоречивую личность классика русского абстракционизма. Спасибо. 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 Спасибо.